Привет, друзья! Вы знаете, всё чаще и чаще ко мне обращаются с тревожностью и паниками. Но это вот время такое, поэтому я вынужден, вместо того, чтобы мы развивались, развивали у себя осознанность, открывали творческие качества и так далее, заниматься вот снятием паник. Ну что делать? Время такое. А метод-ключ в этом смысле наиболее простой, поэтому он ещё связан, знаете, с моим опытом по акупунктуре. Я же и рефлексотерапевт был много лет, и психотерапевтом был много лет. И поэтому все, кто чувствует паники, тревогу, страхи, пожалуйста, следите за своей шеей. В первую очередь разминайте точки, наиболее чувствительные. Ну вот, например, вот так вот делайте, вот так вот. Вот там, где вы чувствуете неприятные ощущения, вы там разминаете мягко-мягко, разминаете по несколько раз в день, по минутке, по полторы минутки, по полминутки, ну, 20 раза в день, например. Или вот так разминаете, руку положите на руку, чтобы рука была свободная, и вот так разминаете. Находите наиболее болезненные точки и разминаете. Это первое. Второе. Высыпайтесь. Там много ко мне людей обращаются, они говорят, а что мне делать? У меня глаз дёргается. Или, например, а что мне делать? Вот, например, живот начал болеть. А что мне делать там? Я говорю, тут не высыпаюсь, потому что у меня вдруг, когда я засыпаю, вдруг какие-то вспышки перед глазами и так далее. Высыпайтесь. Но если вы при этом будете делать перед сном, например, или когда у вас появляются неприятные ощущения, будете ещё и уши разминать, у вас появится двойной эффект, тройной эффект, потому что надо снимать нервно-мышечные зажимы, надо давать возможность вот этим точечным самомассажикам комфортным, комфортным выходить на состояние такого, знаете, состояния покоя. Это состояние удивительное. Я вам сейчас скажу, как связано дыхание с нашим состоянием, потому что всё у нас в организме на обратных связях. Если вы, например, начнёте вспоминать, как вы дышите, и будете дышать так, я шучу, я шутник, вы понимаете, но я вас ещё и отвлекаю, если вы будете дышать, например, имитировать, имитировать, просто дышать, как во время оргазма, у вас начнётся оргазм. А если вы начнёте дышать так, как вы дышите после оргазма, да, вот так вот найдёте это дыхание, как после оргазма, вот у вас начнётся состояние такое, безмятежное, когда мысли плывут, как облака. Вот какое дыхание, такое и состояние. Поэтому, когда в страхе, в тревожности, дыхание может быть прерывистое какое-то, вот такое, какое-то, вот такое, или оцепенение у вас возникает, зажатость какая-то. Но для того, чтобы разжаться, снять нервномышечные зажимы, вот я поэтому рекомендую эти точечки воротниковой зоны массировать мягко, мягко. Да, я рекомендую, чтобы вы могли просто, если вы вспомните, какое состояние, вспомнить, какое у вас было дыхание. И если вы начнёте имитировать это дыхание, у вас наступит это состояние. А вот какое у вас дыхание бывает, когда вы спите? Ну, например, вспомните сейчас, какое у вас бывает состояние, когда вы спите. Ну вот вы легли спать, засыпаете, когда вы мирно спите, мирно спите, безмятежно спите, как младенческий сон, богатырский детский сон, когда набегаешься целый день на свежем воздухе, ляжешь в свою кроватку, укроешься тёплым одеялом и засыпаешь детским, богатырским, младенческим сном, и спишь безмятежно. Ну, какое дыхание там бывает? Вот вспоминайте, вспоминайте, как вы дышали, когда вы засыпали. Мирно, вроде дышишь или не дышишь, такое поверхностное, незаметное, такое состояние дыхания, ну, как бы вот такая непрерывность, вроде есть дыхание, вроде нет дыхания, да, и вот если вы сейчас возьмёте, делая волну, вот так покачиваясь, 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 отпустив себя, и мысли на самотёк, и себя на эту волну, по критерию комфортности, то есть по зелёной зоне, как вам приятнее, или вот так, или вот так, пусть и мысли на самотёк, переживая, о чём переживается, вспоминайте, как вы засыпали в детстве, засыпали в детстве, и у вас появится это дыхание, безмятежное, безмятежное дыхание, да, как в детстве, такое поверхностное, вроде есть дыхание, вроде нет, такое комфортное, и в этом состоянии вы почувствуете, это же состояние обнуления, это состояние нуля, это нулевое состояние между сном и бодрствованием, когда вы вроде спите, и вроде не спите, если вы сейчас будете имитировать это дыхание, вспоминая, как вы спали в детстве, в младенческом сне, то выйти на состояние покоя, и в этой безмятежности клетки мозга начинают обогащаться кислородом, вместо адреналина, который был в момент вашего напряжения и мобилизации, который заставляет и помогает вам нервничать, и мобилизовываться, и в то же время сковываться, появляется вместо адреналина эндорфин. Да, эндорфин, искусственный заменитель которых является алкоголь, или таблеточки, антидепрессанты. Так вот, эндорфин появляется, и в этом эндорфине вы исцеляетесь, и у вас появляется иммунитет, у вас появляется здоровье, у вас появляется комфортное самоощущение, чувство уверенности, вы такие становитесь могучими, легкими, свободными, и у вас приходят приятные мысли. Видите, я сколько чего наговорил, чтобы вас немножко отвлечь. Да, вообще-то, на самом деле, будем, наверное, совместно создавать школу выживания под названием созидание. О, как интересно, да? Чтобы вы понимали, как идти к осознанности, чтобы понимали, как регулировать свое состояние в условиях тревожных событий и неопределенности. Помогали друг другу, развивая в себе человечность. Любовь, созидательность, изобретательность в современный век требуют этого. До встречи, друзья!